МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем. Обновление автопарка. Школы и окружные учреждения здравоохранения получили в пользование современные автомобили. 200 дней и ночей страха и ужаса. В России отмечается День воинской славы. Почти 80 лет назад советские войска одержали победу над гитлеровской армией в битве под Сталинградом. Союз спасения жизни и здоровья. Медики в тандеме с экипажем Нарьянмарского объединенного авиаотряда выполнили очередной успешный санрейс в оленеводческое стойбище. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска об эпидемиологической ситуации. За прошедшие сутки в Ненинском округе зарегистрировано 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Заболевшие жители города Нарьянмара, поселка Искатели и села Несь. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. На лечении и под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 70 пациентов, в том числе 3 бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 13 человек. Семеро в реанимации им оказывается кислородная поддержка. Находится на амбулаторном лечении 57 человек. Состоят на учете в Управлении Роспотребнадзора по Ненинскому округу 393 человека. В селах Оксино, Великовисочная Тельвиска и деревни Щелина временно приостановили работу детские сады в связи с превышением порога заболеваемости по ОРВИ. Школы города работают в штатном режиме. В трех детских садах Нарьянмара закрыто от одной до двух групп, либо по превышению порога заболеваемости ОРВИ, либо по контакту с заболевшими коронавирусной инфекцией. Напомним, ранее в Ненинском округе были разрешены культурные и спортивные массовые мероприятия с учетом соблюдения всех противоэпидемиологических норм. Соревнования могут проходить без нахождения в зале болельщиков. На концертах заполняемость зрительного зала не должна превышать 30%. В Ненинском округе продолжается вакцинация населения от заболевания коронавирусной инфекцией. Более 600 жителей уже сделали прививку, более 170. Завершили второй этап вакцинации. Прививочная кампания проходит на базе двух медицинских учреждений в городе Нарьянмаре и поселке Искателей. Как проходит в регионе прививочная кампания, обсудили в ходе оперативного совещания главы региона с руководителями профильного департамента. В настоящее время вакцина доступна не только жителям города Нарьянмара и поселка Искателей, но и для сельских жителей. На той неделе центральная районная поликлиника привела население Мельменова Носа, Антика, и сейчас планируют свой выезд в село Оксин. Что касается сел, мы понимаем, что не так просто вакцинировать жителей сел, но есть запрос от глав поселений на вакцинацию. Сегодня только что я разговаривал с Дмитрием Валентиновичем Вылко, у него есть запрос такой на вакцинацию жителей. Скажите, пожалуйста, мы какой-то график готовы сейчас уже составить по вакцинации жителей поселков? Так, чтобы люди понимали, когда они могут вакцинироваться и когда этот передвижной отряд, в какой день передвижной отряд будет в каком поселке? Ну, в связи с тем, что у нас вакцина имеет очень сложную логистику, на сегодняшний день мы с медицинскими организациями отрабатываем следующую схему. То есть медицинский работник населенного пункта дает информацию в головное учреждение, сколько лиц подлежит вакцинации, и мы туда будем направлять контейнер склада элементами вакцины для того, чтобы вакцинировать конкретное количество лиц. То есть это будет по заявке фельдшера. То есть если жители хотят привиться, они должны обратиться к фельдшеру, записаться на вакцинацию, и только после этого будет сформирована посылка и отправлено в село необходимое количество вакцин. Глава региона поручил профильному ведомству обеспечить вакцины от коронавирусной инфекции всех желающих привиться в населенных пунктах региона и организовать эту работу в строгом соблюдении графика. Жители округа могут уточнить информацию о прививочной кампании по номеру телефона единой горячей линии по COVID-19. Это короткий номер 122. Запись на вакцинацию во взрослую городскую и центральную районную поликлиники доступны на портале госуслуг. Жителям сельских населенных пунктов необходимо обратиться к местным фельдшерам для записи на прививку. Напомним, вакцинированным выдается соответствующий сертификат, дающий право возвращаться в округ из других регионов без справки о ПЦР-тестировании на COVID-19. Обновление автопарка. Ненецкая окружная больница и поликлиника Заполярного района получили в пользование три новых автомобиля. Техника предназначена для перевозки участковых врачей к пациентам. Передвигаться с комфортом будут и учащиеся двух окружных школ. Ключи от новых автобусов директорам учреждения вручил глава региона Юрий Бездудный. Александра Литкова расскажет подробнее. Утепленные двери и окна, а также люки для вентиляции. Новые автобусы вместимостью 29 человек выполнены в северном исполнении. Оснащены навигационным оборудованием и тахографом. Они оборудованы техникой, которая позволяет создавать внутри салона хорошие комфортные условия. Это значит, что наши дети будут добираться до школы, ездить на экскурсии в нормальных условиях. Особо актуальным приобретение транспорта стало для третьей городской школы. Гараж учреждения пустовал. Конечно, это удобно, когда у школы свой собственный автобус. В любой момент можно доставить детей на какие-либо мероприятия, которые проводятся. Перемещаться по поселку и выезжать за его пределы с комфортом смогут теперь и учащиеся искательской школы. У нас в искательской школе автобус был. Есть сейчас, ему, правда, в этом году 10 лет уже, и у него 22 посадочных места. Этот чем хорош, что мы можем целый класс посадить, отвезти на какое-то мероприятие, все дети влезут. Очень мы довольны. Очень неожиданно для нас, прямо сюрприз. Кроме того, в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения были закуплены новые автомобили УАЗ «Патриот» для нужд Ненецкой окружной больницы и поликлиники Заполярного района. Техника наша, она на уже определенной грани эксплуатации, поэтому и сегодняшнее событие для нас очень важное и нужное, потому что, конечно, передвижение врачей по поселку, своевременное оказание медицинской помощи, когда есть проходимая техника, есть возможность быстро доехать на вызов, это для нас большая помощь. То есть именно сейчас, вот с прошлого года, благодаря власти обновляется парк автомобилей. По словам депутата Государственной думы от Ненецкого округа Сергея Коткина, приобретение транспорта является хорошим началом года добра, объявленного в нашем регионе. Конечно, для больницы это здорово, поскольку наши врачи, наши медицинские работники будут быстрее приезжать к нашим пациентам, это значит спасенная жизнь, спасенное здоровье, а наши дети будут в безопасности, в тепле перемещаться на таких автобусах. Сергей Коткин также отметил, что работа с Федеральным центром по обеспечению необходимой техникой социальных учреждений округа будет продолжена. Александра Литкова, Антон Бодряков, Телеканал Север. Состоялось первое в этом году заседание постоянной комиссии собрания депутатов Ненецкого округа по вопросам образования, культуры и спорта. В ходе заседания представители профильного департамента отчитались об исполнении в 2020 году национальных проектов, курируемых ведомством. В частности, речь шла об исполнении показателей по национальному проекту образования, в рамках которого на территории региона реализуются проекты «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Цифровая среда», «Учитель будущего». В своем отчете руководитель департамента остановился на главных достижениях 2020 года, осуществленных на территории Ненецкого автономного округа на условиях софинансирования с федерального бюджета. Созданы центры цифрового гуманитарного профиля «Точка роста» в трех школах Наринмара, это первая, третья и пятая. Также создан аналогичный центр за счет средств окружного бюджета в школе Индига в рамках введения эксплуатации нового здания. Центры были открыты 29 сентября 2020 года. Также обновлено учебное оборудование, материально-техническая база в коррекционной школе. Создан центр Добра школы, открыт был 1 сентября 2020 года. Также мы проводим работу, что входит в федеральный проект «Современная школа» по строительству современных зданий школ, которые запланированы на следующие годы, 23-й Нельминос и 24-й поселок Искатели. Предполагается, что новая школа в Нельминосе на 135 школьников и в Искателей на 860 построят на условиях софинансирования с федерального бюджета. В рамках национального проекта образования в 2020 году также были достигнуты следующие показатели. Создан детский технобанк «Кванториум» как структурное подразделение детского и юношеского центра «Лидер». Запущен региональный портал-навигатор дополнительного образования Нельского автономного округа для внедрения цифровой модели развития региональной системы дополнительного образования. Функционирует центр выявления, поддержки и развития одаренных детей. с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех», создан в 2019 году на основании соглашения сотрудничества между администрацией Нинского автономного округа и образовательным фондом «Талант и успех». Руководитель департамента в ходе своего отчета раскрыл также ряд мероприятий, которые планируются осуществить в округе в ближайшей перспективе. В частности, речь идет о создании центров гуманитарного профиля «Точка роста» в ряде школ и округа. В 2021 году запланирована школа номер 2, Польерки и поселок Красное. В 2022 году запланирована школа номер 4, НЕС, Уськара. В 2023 году это Искатели, Холиверы, Нижняя, Пеша. В ходе обсуждения отчета депутаты дали руководству профильного департамента ряд рекомендаций. В частности, прозвучали рекомендации проанализировать работу в сфере физической культуры. Сколько человек у нас вовлечены в физическую культуру, сколько человек у нас сдали нормы ГТО. Если мы тратим деньги, должно быть отдача. Сколько человек, детишек освобождены от уроков физкультуры, сколько в разрезе школ по заключению по состоянию здоровья. И какая средняя посещаемость уроков физкультуры. Депутат Наталья Кордакова затронула кричащую, по ее словам, проблему ремонта школы в поселке Харута. У нас на сегодняшний момент с нашей стороны проектно-смертная документация разработана. Проект есть, все, нам необходимо финансирование для того, чтобы объявлять торги и дальше уже непосредственно реализовывать проведение ремонта. Мы на сегодняшний момент уже продумывали схему о том, что в случае, если будет ремонт, мы понимаем, что школу необходимо закрывать. И мы понимаем, что мы не сделаем это быстро, там, за месяц, за два, за три, с учетом в том числе логистики в Харуту. Уже прорабатывали вопросы, куда мы сможем разместить школу, каким образом пока она ремонтируется. Но без средств мы ничего не сделаем. Решение вопроса по ремонту школы в поселке Харута депутатская комиссия по вопросам образования, культуры и спорта взяла на особый контроль. Депутат Матвей Чупров также выразил свое мнение по кадровой политике в сфере образования. Он считает, что нельзя сокращать должности заочей младших классов в крупных школах города Нарьинмара. Так как это произошло в 4-й городской школе, где действительно очень большое количество младшеклассников. Также в ходе первого в этом году заседания комиссии депутаты утвердили план законотворческой деятельности на 2021 год. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». 200 дней и ночей страха и ужаса. Почти 80 лет назад советские войска одержали победу над гитлеровской армией, и Сталинград был освобожден. За время кровопролитных сражений с поля боя не вернулись более миллиона человек с каждой стороны. В числе погибших также есть 40 наших земляков. Тему продолжит Елизавета Кабанова. 17 июля 1942 года Сталинград был захвачен. С первых дней немецкая армия практически полностью оккупировала город. Из-за высокого уровня напряжения и поднявшейся паники, 28 июля Иосиф Сталин издал знаменитый приказ номер 227 «Ни шагу назад». «Не отступать, не сбегать и не сдаваться». Сталинград играл решающую роль в обороне страны, поэтому сдавать его было нельзя. 23 августа 1942 года стал одним из самых страшных дней. Из-за бомбардировки город был окутан покрывалом из дыма и огня. Сталинград практически сравняли с землей, но, несмотря на это, боевой дух людей сломить не удалось. В тот день погибло более 40 тысяч сталинградцев. Рима Костина видела этот ужас своими глазами. Как только завывала сирена, мы все бежали в подвал, почему-то думали, что подвал может сохранить наши жизни. Потом только отбой, мы поднимались опять наверх. А поскольку бомбежки начались где-то примерно в августе, после 19 августа, и первый день, я потом уже узнала, что было 1200 налетов за одни сутки, то, конечно, там не успевали мы. И потом уже остались в подвале в этом. Нам там взрослые принесут воды, там, поесть хлеб там или чего там было, потому что уже было сложно очень. Сталинградская битва была одной из самых масштабных в Великой Отечественной войне. Около двух миллионов человек сражалось по обе стороны. Страшные цифры тех дней. Солдат воевал один день и погибал. Командир роты – три дня. Командир батальона – 10 дней. Командир полка – 20 дней. В один день советские солдаты расходовали 60 вагонов боеприпасов всех видов. Постоянные сирены и звуки выстрелов отложились в памяти всех, кто это пережил. Поскольку в бомбежище были только дети, мужья, никого не было, уже все воевали. То все время детский плач какой-то, все-все-все, крики такие какие-то. И ночью даже все. И еще у меня яркое воспоминание осталось. Значит, немцы разбомбили выше, чем наш дом по Волге, нефтебазу. И вот сирена, и мы, значит, встаем, а за окном, а дом это прямо над Волкой там они, а вся Волга в огне. Значит, как только они разбомбили, все это бензин, все это все-все-все-все, по Волге идет и горит. И вот я-то перепугалась, а сестра у меня моложе, мне было 8 лет, сестре было 5. Она стала заикаться. И заикалась очень долго, уже в школу ходила, заикалась, потом перестала от страха. Эвакуация детей и матерей началась в октябре 1942 года. До этого вывозили только продовольственные запасы, детские оздоровительные учреждения и госпитали. Подошла машина грузовая, вот сейчас я потом уже знаю, что это полуторка была, раньше каких не было. Так вот, нас детей посадили вот так, ноги вытянули, мы вот так сидели все в кузове, рядочками. А наши мамы, значит, на борту сидели, вот так держались. Это я хорошо помню, потому что нас так тесно зажали, что вот так мы сидели, вот руки вот так, вот ноги вытянуты, и все. Вот так сидели мы. Ночью выезжали мы. Красная армия держала оборону вплоть до 18 ноября 1942 года. Этап наступления начался 19 ноября с операции «Уран». Оборону гитлеровской армии пробивали 3500 орудий. Именно поэтому 19 ноября стал днем ракетных войск и артиллерии. 23 ноября кольцо советских войск замкнулось. Внутри оказалось более 300 тысяч противников. В декабре началась немецкая операция «Зимняя гроза», в результате которой к позициям Красной армии подошли танковые части. Советским командованием было решено провести операцию «Малый Сатурн», благодаря которой немецкие танковые войска были отброшены. В середине декабря танковый корпус генерала Баданова занял станицу Тацинскую, где располагался стратегический аэродром немцев. К январю 1943 года советским командованием была разработана операция «Кольцо», и 10 января советская армия развернула наступление. К концу января остатки немецких войск были зажаты в руинах. 2 февраля 1943 года битва была завершена. Римма Костина и другие женщины и дети вернули в Сталинград в марте. Вот пять женщин и четверо детей. У нас вырыли землянку эти женщины, у тети Даши, у тети Гули, у них не было детей, вот мама и тетя Тася у нас подвое было у них. И мы, значит, маленькая земляночка, спускаешься, и здесь ящик большой вместо стола, а здесь были двойные нары. И мы спали, значит, внизу, и наши тети и мамы спали вот наверху. Вот она была настолько узенькая, что проход вот даже нам, дети, мы прям проходили и всё. Битва закончилась, но война продолжалась. Чувство постоянного голода и страх всё ещё жили в головах людей. По словам Риммы Костины, все были добрые и делились друг с другом. Она хорошо запомнила, как они с компанией детей, гуляя по пригорку, почувствовали запах пшённой каши и пошли искать её источник. Поднявшись на бугорок, они увидели немцев, окружённых колючей проволокой, и нашу полевую кухню. Был обед, и пленным раздавали еду. А мы, значит, дядь дай. Ну, дядечка, конечно, солдат. Для нас было тогда непонятно. Он очень ругался на фашистов. Я вас должен кормить, а детям не могу дать. Трибунал будет. А у нас ничего нет. Подставляй руки. Вот так. И он кашу, она горячая. Мы отскакиваем второму. И он им даёт, и нам понемножку даёт. А сам ругается. В 1965 году Сталинград стал городом-героем. А медалью за оборону Сталинграда наградили более 700 тысяч человек. 2 февраля – день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Также является Днём воинской славы России. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Союз для спасения жизни и здоровья. Наш следующий материал о важном и незаменимом медицинском подразделении Ненецкой окружной больницы – отделении санитарной авиации. Накануне врачи в тандеме с экипажем Нарьинмарского объединённого авиаотряда выполнили очередной успешный санрейс «Валеневоческое стойбище». Репортаж Алины Волучейской. И ещё раз убедившись в том, что всё необходимое на месте, бригада санитарной авиации отправляется в район Хасырея. Там, в «Валеневоческом стойбище» медиков ждёт беременная женщина. Несмотря на непогоду, вертолёт с врачами вылетает из воздушной гавани окружной столицы. «Восемь месяцев зима, вот видите, на улице снег, и с утра была метель, и они не отказались, и погоду дали, и вот летим. Не все организации там могут летать и выполнять такие задания. У нас на севере своя особенность. Бывает, что с иллюминатора смотришь, где небо, где земля, бывает, что путаешь. Наши пилоты в этом плане, они асы, я скажу». Мимо проплывают заснеженные просторы заполярной тундры. От Нарьинмара до Хасырея порядка 300 километров. Спустя два часа в полёте винтокрылая машина приземляется у одной из стоянок семейно-родовой общины Ямпто. Медицинская бригада спешит в чум осматривать пациентку. Будущая мама на последних неделях беременности. Со дня на день могут начаться роды, поэтому жители оленеводческого стойбища решили обратиться к медикам. Здесь, хоть и предпочитают на протяжении беременности находиться в тундре, рожать отправляются в столицу Заполярья. «Я всегда до родов была в чуме. Первого я даже родила в чуме. Да? Да. Здорово. А второго тоже в Нарьинмаре родила через два дня. Ага. А вообще вызываете по каким ещё случаям? Ну, когда дети болеют, тогда вызываем. И когда, ну, когда или сами болеем. Ну, а часто такое бывает, что к вам прилетает вертолёт? Да, часто бывает. А какие обычно вот заболевания или что случается? Зачем вызываете вертолёт? Заболевания редкие такие бывают. Ну, не постоянно, конечно. Ну, редкие такие заболевания. Это бывают очень тяжёлые которые. Состояние роженицы во время полёта отслеживают ежеминутно. Проверяют насыщенность крови кислородом, температуру, давление и даже базовые анализы берут прямо в вертолёте. Впрочем, Евдокия, так зовут будущую маму, чувствует себя прекрасно. В ярком платье с улыбкой на лице тундровая красавица спокойно ждёт, когда вертолёт доставит её в Нарьинмар. Вывезли заранее, потому что бывает плохая связь, если начинаются роды, то мы можем не успеть просто. Поэтому вылетели сегодня такой плановый вылет у нас был. Ну, а так мы вылетаем везде, по округу, в деревни, в населённые пункты, на месторождения, на суда. Вот, вылеты бывают всякие. Но в основном летаем на экстренные. Плановые и экстренные вылеты, эвакуация больных с морских судов, пациенты на месторождениях, в отдалённых поселениях Заполярье и оленеводческих стойбищах. Район полётов для бригад санитарной авиации довольно обширный. Площадь Ненецкого округа более 177 квадратных километров. Причём погода меняется буквально каждый час. Метели, белизна, низкая облачность, минусовые температуры. Мы в этих стойках работаем, живём уже не первый год, мы знаем все тонкости. И даже если минимумы, например, погодные не позволяют выполнить, то всегда есть пункт 1.4 ФАПа, которые позволяют в цели спасения жизни людей вылетать с небольшими, так сказать, отклонениями. В таком тандеме бригады отделения санитарной авиации и пилоты Нарьинмарского объединённого авиаотряда работают не один десяток лет. На дежурстве в воздушной гавани окружной столицы круглые сутки находятся три вертолёта и несколько экипажей. На случай, если одновременно потребуется помощь в разных уголках Ненецкого округа. Только за январь 2021 года за полярными авиаторами и медиками было выполнено 22 вылета. Алина Ваучейская, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». И на этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...